Мы сегодня вспоминаем человека, сотрудника, нашего сотрудника, о котором уже сейчас, наверное, мало кто помнит. Ну, просто в силу, это уже факты из нашей биографии, мы вспоминаем Александра Павловича Брескина. Александр Павлович был сотрудником Леона Абгарча, фактическим сотрудником, с 1945 года. А формально Александр Павлович познакомился с Леоном Абгарчем раньше кого-либо из тех, кого вы знали. И он познакомился с Леоном Абгарчем, когда это было в 1925 году. А Геницинский опубликовал работу с Абгарцием? Ну ладно, скину Геницинского, а остальные Павлович Абгарчем. Я предварять не буду, потому что иначе это единственное, что я просто хочу структуру объяснить. Значит, первое это, что потрясает, вот в этой биографии, в семье, где он родился. Пятеро братьев. Пятеро братьев, причем разных. Мы очень интересно вспоминали о трех братьях Арберии. Вот, а здесь пятеро братьев. Вот это будет первый рассказ о семье. Дальше образование. Александр Павлович получил нестандартное для нашего института образование. Он закончил химфакт университета, причем университет это в середине 30-х годов. И он кончал кафедру академика Ипатьева. Эта фамилия мало кого сейчас, мало кто ее помнит. А Ипатьев был выдающимся химиком. Его называли Менделеем 20-го века. Он создал целое направление в химии, парахимию. Вот химия высоких давлений, это было создано Ипатьево. Это вот эту кафедру, и фактически в этой школе учился Бескин. Затем он занялся по предложению Леона Абгарча. Это баррофизиологии. Физиологией высоких давлений. Но я не буду расшифровывать. Александр Николаевич нам это самое расскажет более подробно, и самое главное, более квалифицированно. И, наконец, четвертый этап, самый основной для Александра Павловича, который начался 1961 года, вот буквально есть год и время рождения. Это переход его полностью в наш институт. До этого он совмещал с водолазной комиссией, где он был заместитель Леона Абгарча. Это создание его и всего участия Холина-Старазного клуба в нашем институте. Исследование Холина-Старазного клуба в нашем институте. Вот все. Розенгард пока на время заморкает. И первое слово я предоставляю Наталье Евгеньевне по родственному принципу. Александр Павлович Брескин родился в Болезнице. Исследование Холина-Старазного клуба в нашем институте. Их мама, Ольга Степановна, была домохозяйкой. А отец, Павел Сергеевич, был сначала управляющим имением. А впоследствии он владел собственным участком земли в селе Махровке, подсокрепского района Воронежской области, где он занимался сельским хозяйством, торговлей вполне успешно и, в общем, сплотил достаточно приличное состояние. Он был человеком дальновидным. И считал, что самое главное, это дать всем самогем очень хорошее базовое образование. Успел он это сделать, к сожалению, только для старших детей, потому что потом произошла революция и, конечно, ситуация изменилась. Старший из братьев Брескиных, это Михаил Павлович Брескин, он родился в 1895 году. В возрасте 7 лет отец его отправил в Борисогребск, в частную гимназию, для того, чтобы там он получил хорошее фундаментальное образование. Надо отметить, что, кроме того, что он отправил Борисогребск учиться в эту гимназию, поселил он его на время обучения в немецкой семье, чтобы кроме изучаемой гимназии французского, греческого и латинского языков, он еще выучил и немецкий. С успехом, закончив эту гимназию, он поехал в тогдашний петербург, в Петербург, хотел поступать в горный институт, но по своему происхождению из крестьян туда не принимали в горный. И он поступил в военную медицинскую академию, которую закончил с отличием и остался уже здесь, тогда уже в Петрограде. К сожалению, в 1923 году умер их отец, и Михаилу Павловичу пришлось взять на себя роль уже главы всей большой семьи Брескина, поскольку младшему из братьев, как раз Александру, было всего 11 лет на тот момент. Он забрал их с мамой из села Мокровка, перевез их сюда в Ленинград, и в дальнейшем Александр Павлович рос в семье Михаила Павловича и считал его, в общем, не только старшим братом, но именно отцу. Разница в возрасте у него была 17 лет, и так вот всю жизнь Михаил Павлович его оберегал и сопровожил. Михаил Павлович поступил на службу в военную медицинскую академию. Область его научных интересов распространялась именно в сторону физиологии экстремальных состояний. Это как раз было изучение физиологии летчиков-испытателей и водолазов. Вместе с академиком Леон Афгарчем Арбели они организовали постоянную комиссию по аварийно-спасательному делу и уникальную бар-термолабораторию военной медицинской академии. Эта лаборатория впоследствии преобразовалась в кафедру военного труда, изучавшего именно как раз летчиков и водолазов и физиологию летчиков-водолазов, которую впоследствии Михаил Павлович и возглавил. Как раз на этой фотографии он в паралаборатории. Михаил Павлович был доктором медицинских наук, профессором, генерал-майором медицинской службы. Он прожил очень долгую жизнь, он умер в возрасте 91 года, и всю свою жизнь он был не просто главой всей этой семьи, собирал всех братьев, но для Александра Павловича он был еще и научной пятиводной звездой. Он во многом советовался и ориентировался на свою старшую работу. Следующий из братьев. Иван Павлович Брескин родился в 1898 году, тоже сумел закончить поисокрепскую частную гимназию и получил высшее экономическое образование. Он единственный из братьев, кто остался в средней полосе России, не переехал сюда, в Петербург, был вполне успешным человеком. В годы гражданской войны он воевал в составе 1-й конной армии. И вот на правой фотографии, как раз, думаю, что вы можете рассмотреть, что он на коне вместе рядом с соседней, на соседнем коне, это Семен Михайлович Буденный. Он вместе с ним как раз и воевал. Впоследствии он был финансовым директором завода в Тамбове и тоже, в общем, весьма успешным человеком. Третий из братьев. Владимир Павлович Брескин также закончил военно-медицинскую академию и работал на кафедре онкологии под руководством знаменитого академика Ваячика. Он был полковником медицинской службы, ночмедом и тоже человеком очень успешным. Одна из дочерей, Владимира Павловича Ольга Владимировна, является мамой Дениса Борисовича Тихонова, поэтому он также посвенно связан с нашим институтом. Четвертый из братьев. Это Дмитрий Павлович Брескин. Он ближе всего по возрасту был к Александру Павловичу, у него была разница всего в три года, и они были очень-очень дружны и очень похожи. Дмитрий Павлович стал морским инженером, занимался торпедами и усовершенствованием торпед. Он работал в военно-морском флоте в НИИ, гидропривор, и всю жизнь они, в общем, прожили рядом, общаясь с семьей. Ну и, наконец, Александр Павлович. Он родился в 2012 году. Как я уже сказала, в возрасте 11 лет он остался без отца, и в дальнейшем времени воспитывался в семье старшего брата. Поэтому переехал в Ленинград, он уже здесь закончил среднюю школу после революции обычную. Но после окончания школы, которую он закончил с отличием, поступить в высшее учебное заведение он не имел права, потому что на тот момент его положение, наоборот, из трестьян было недостаточным в милингарском времени, нужно было иметь трудовой стаж. Два года он проработал с лесовым монтёром на заводе электроприбор. Потом поступил, причём только на вечернее отделение Ленинградского университета, на химический факультет, опять же, всё по тем же соображениям, не потому что он чего-то не знал. Великолепную часть в университете он параллельно стал заниматься научной деятельностью как раз в институте высоких давлений в лаборатории под руководством академика и партии. Закончив университет, он пошёл на работу в этот институт, но параллельно Александр Павлович был человеком очень энергичным, активным. Он ещё начал работу в лаборатории Треста «Русские самоцветы». Там они синтезировали, искали способы синтеза искусственных драгоценных камней. К 1941 году у Александра Павловича уже была практически закончена работа над кандидатской диссертацией, но началась война, он был призван в ряды вооружённых сил, был заместитель начальника батальона химизащиты, а в конце войны преподавал военно-химическое дело в военно-пихотном училище. В конце 1945 года по ходатайству начальника военно-медицинской академии и, думаю, что с помощью своего старшего брата Михаила Павловича, он был переведён на службу военно-медицинскую академию на кафедру военного труда. Вот как раз эта фотография, два брата, старший и младший, Александр Павлович и Михаил Павлович во дворе военно-медицинской академии как раз буквально после войны. Здесь он начал активно заниматься варо-исследованиями, в 1947 году защитил кандидатскую диссертацию по исследованиям бинарной смеси и газ-жидкость при высоких температурах и давлениях и активно занимался проблемами киссонной болезни. Вот на левой фотографии Александр Павлович в кругу военных моряков-водолазов, а внизу он с арифмометром как раз во время работы на своей диссертации. В 1952 году за эти работы в составе коллектива других научных работников он получил государственную, когда сталинскую премию СССР, а в 1953-м защитил докторскую диссертацию по теме опыта теоретического экспериментального исследования возникновения и профилактики киссонной болезни. В том же 1953 году он демобилизовался и прошел по конкурсу на должность заведующего кафедры неорганической химии Санитарно-гигиенического медицинского института. Здесь началась еще одна полоса, очень яркая полоса его жизни, поскольку, как вспоминают его коллеги и ученики, он был потрясающим преподавателем, он очень изменил собственно само преподавание неорганической химии, сам курс, в частности, украсив его экспериментами, которые он проводил прямо во время лекции. Вот такая одна из фотографий запечатлела его вместе с ассистентом во время обсуждения материала и проведения экспериментов. Здесь он тоже не оставил занятия научной деятельностью, он занимался исследованием каталазного и фосфатазного катализа. И вот 10 лет активной преподавательской деятельности и научной работы в стенах этого института. Вот эта фотография, это уже послевоенная, все пять братьев Брескиных вместе, еще и с детьми. Вот такая вот дружная семья. В 1961 году Александр Павлович пришел в наш институт. Он стал заведовать лабораторией химии биологически активных веществ и также руководил отделом нейромедиаторных систем. Под его руководством за 30 лет его работы в нашем институте, конечно, здесь возникла целая школа. Он занимался исследованиями в области сравнительной энзимологии, холеностеразного катализа, а также практическими исследованиями по поиску высокоселективных инсектоакрицидов. За вот такие прикладные работы в 1979 году он был достоин звания лауреата государственной премии вторичной. Под руководством Александра Павловича было защищено 4 докторских диссертации, более 20 кандидатских. У него было больше 40 авторских свидетельств, более 170 научных публикаций. И вот вышла монография, к сожалению, она вышла уже после его смерти, но, в общем, руками его учеников. Умер Александр Павлович в 1993 году, похоронен на Богословском кладбище. И в 90-летию со дня рождения Александра Павловича Брескина на 5-м павильоне Санитарно-геренического института была установлена мемориальная доска. И она там по сей день и находится. У Александра Павловича была очень дружная семья. И мы хотим выразить большую благодарность его дочери Евгении Александровне и внучке Мариане за предоставленные фотографии из семейного архива и воспоминания о жизни этой семьи. Спасибо большое за внимание. Сейчас мы расскажем, ну, дальше. Дальше уже будет рассказ о работе Александра Павловича в стенах вот этого института. Он пришел в наш институт. Ай, можно я еще одну добавку сделаю? Жизнь полна неожиданностей. Я фамилию Брескин узнал, не знакомясь с Александром Павловичем, вообще не зная о его существовании. Пару слов о себе. Это приятно. Я кончил технологический институт в 1955 году. Страшно сказать, как давно. И как отличник учебы я получил лучшее распределение на кафедре красителей технологического института в Тамбов. Вот. Это было лучшее распределение. В Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда. Вот. И в Тамбове у нас началась очень такая активная и бурная околопроизводственная деятельность. Я оказался страшно активным комсомольцем. И меня включили в комиссию... Это существенно. Несущественные вещи я не буду говорить. Меня включили в комиссию по проверке работы самого главного завода Тамбова. Это был завод Ревтрут. Название, обратите внимание, то старое. Революционный труд. Не какой-нибудь социалистический. И вот, проверяя, значит, завод Ревтрут, я впервые услышал фамилию Брескин. Это был заместитель коммерческий директор завода. Это очень большая должность. Это фактически главный инженер и технический директор института. Брескина знал весь трудящийся город Тамбов. Потому что в руках у Брескина было самое главное. Это повседневное хозяйство. Сломался водопровод, чинят бригада из Ревтруда. Сломалась дорога, монтирует эту дорогу бригада из Ревтруда. И фамилия Брескина, это была фамилия, на которую молились. Значит, это был Иван Павлович Брескин. Вот я впервые познакомился с Брескинами, с братьев старшего Ивана. Второй. Второй, да. Да, Косе Михаила Павловича. Вот. Иван Павлович Брескин был чудесным человеком, веселым, очень общительным, а главное таким добрым. Вот. К нему можно было прийти, попросить, и он откликнется и сделает. Так что вот это знакомство, ну вот какая жизнь, с какими поворотами. Когда я вернулся, сбежав из Тамбова в Ленинград. И через некоторое время, очутившись в стенах нашего института, это был уже 58-й год, вот, я услышал неожиданно фамилию Брескина. Он мне позвонил по телефону, ему нужна была там какая-то консультация. И первое время, я сбиваюсь, его по телефону называл Иван Павлович. Что его приводило в совершенное смущение. Он говорил, откуда ты знаешь? Иван Павловича не знает никто из моих родственников. Он всю жизнь проработал в Тамбове. Ну вот, вот так, вот такая неожиданная вещь была. Но уже потом мы уже познакомились с Александром Павловичем, когда он перешел в наш институт. Он перешел после ухода Виктора Андреевича Яковлева. Перешел это, его переход, это было дело рук Евгения Михайловича. Евгений Михайлович его хорошо знал. И Евгений Михайлович после смерти Леона Гарча возглавил эту водолазную комиссию. То есть, продолжал заниматься вот этой водолазным делом, как это называлось, водолазным трудом. Кстати, страшно интересная вещь. Обратите внимание на название кафедры. Название военной медицинской академии. Название кафедры Галу Леона Гарча. Абсолютно нестандартное название. Военного труда. В медицинском учреждении кафедра военного труда. И это была сознательная мысль. Это Альцер Павлович рассказывал. Леон Гарч говорил, что люди не открывают какие-то истины научные, непознанные. А люди трудятся. И кафедра военного труда. Была совершенно четкая, практическая мысль Леона Гарча. Военно-медицинская академия должна готовить не врачей только, потому что врачи готовят медицинские институты, а именно военных врачей и заниматься военным трудом. Водолазное дело, подводное. Затем исследования, да, эти самые высокие полеты. Да, сначала даже не высокие полеты, сначала скоростные полеты. Ведь люди столкнулись с тем, что самолеты быстро летают. А это плохо влияет на организм. Он не был создан для этого. Вот. Так что вот авиация и потом вот подводное дело, а потом уже космос. И это было логично. Это не натянуто. Это было логично. И это дало основание одному первому космонавту-врачу, Егорову. Когда космонавты прилетали, их принимал Крущев. И потом было на Красной площади был специальный парад, и все, и каждый из них выступал. И вот Егоров в выступлении на Красной площади, называя имена создателей космической медицины, назвал имя Леона Гарча. Вот это было первое документальное подтверждение этого направления. Ну, больше не говорить, да? Ну, все. Я бы мог еще много говорить. Вы же меня знаете. Вот. Нет, все-таки еще что-то. То, что Наталья Евгеньевна говорила здесь малоизвестное вам имя химика Ипатьева, оно было не просто забыто, а был приказ его забыть. Ипатьев самовольно уехал из Советского Союза в Америку, где очень успешно продолжал работать. Так что это тоже было препятствием. В биографии Александра Павловича вспоминали соответствующие инстанции, что он когда-то работал. А у него первая публикация была с Ипатьевым, но не с отцом, а с сыном Ипатьева. Сын Ипатьевым остался здесь, и все. Так что это вот было. Вот. И таким образом Александр Павлович являлся выпускником двух великих школ. Это школа Ипатьева, это школа международная и школа Арбели. Так что вот потрясающее сочетание. Вообще Леон Абгарч получил из рук Михаила Павловича своеобразный подарок. Он получил химика, в совершенстве владеющего математическим аппаратом. В совершенстве. Это большая редкость даже среди химиков, а уж среди физиологов-то тем более. Леон Абгарч предложил Александр Павловичу разобрать работу Сеченова. Кстати, мы в институте имени Сеченова, но мы не анализируем его труды. Сеченов блистяще знал математику, и у него были работы... Ой, ребята, я только забыл это физиологическое название. Как называется воздух выдыхаемый? А, не поздно. Да я сказал, альвеоляна в состав выдыхаемый воздух, а так не выяснил. Вот. Альвеоляна. Ага. Так вот, Брескин изучил работы Сеченова, и Брескин написал понятную физиологам и медикам статью о смысле его исследования. Это сделал Александр Павлович по прямому указанию Леона Абгарча. Вот его вклад в становление нашего института. Да, я кончил, потому что меня сейчас за дно. Значит, теперь, Саш, вы без... Значит, мы переходим к исследованиям. Спасибо. Уважаемые коллеги, действительно, на фасадной стене 26-го павильона в Санкт-Петербурге висит доска Александр Павлович Брескин. Я мимо нее недавно последний раз проходил, и она висит. И когда проходишь, мимо нее все такое особенное чувство, я знал этого человека, а теперь, значит, уже много лет прошло. Каждый раз как идешь, вспоминаешь. Там на втором этаже две кафедры. Одна сейчас называется кафедра общей химии, а вторая экстремальной... Токсикология и экстремальной ротологии. И все, где я тоже работаю. Александр Павлович, как уже говорили, еще учась, начал работать в институте высоких давлений, в государственном институте высоких давлений. Я нашел открытку в интернете. Это вид с Васильевского острова на Батный остров на Петроградской стороне. Там где-то... Вот там, видите, маячит контур забора Владимира. А слева теперь появился дворец «Корта юбилея». Сегодня этого всего уже нет. Там делают набережную Европу. А когда-то были эти красно-коричневые корпуса, такая промышленная архитектура немножко врачноватая. И вот Александр Павлович, я так понимаю, уже студентом начал там работать в лаборатории у Ипатии. А вот и Владимир Николаевич Павлович. О котором уже говорили. Он создал этот институт в 26-м году. А в 30-м, уехав на лечение в Германию, не вернулся. И институт начал хереть. Александр Павлович, если рассчитать от 30-го года, 12, и у него только 18 лет для этого момента. И я думаю, что он пришел в институт работать уже после того, как Ипатий перестал быть ему билетом. Вот интерьеры этого института. Слева сам Владимир Николаевич Ипатий. Он сидит у стола с крепкими ножками, на которой полагается ставить тяжелые два системы. Вы можете видеть здесь манометры, толстостенные трубки. И вот эта конструкция, Александр Павлович назвал «бомба». То есть это сосуд высокого давления, который можно еще менять температуру. На таких экспериментальных установках, я не уверен, что точно на этой Александр Павлович начал работать в этом институте. Слева аналитическая лаборатория. Вы видите химические столы, стекло, трубки и служитницы, которые переключают какие-то переключатели, чтобы обеспечить ход химический реакцию. А вот тема диссертации Александра Павловича. Из нее ясно, с чем он начал там заниматься. Он занимался бедарными смесами, газ, жидкость, растворение при повышенном давлении и измененной температуре. Теперь начались контакты с городом Арберией. Александр Павлович был 28 лет. Для молодого человека то, что сейчас тогда все будет лестно. Он был приглашен, наверное, не беспосредственно Михаил Павловича, прочесть или провести несколько занятий с сотрудниками паралаборатории, которые Михаил Павлович возглавил. Только что сделаны. Новенькую паралабораторию. Ввести занятие по теме, которая называется «Растворение газов в жидкостях организма». Совершенно точно это должно говорить так. И вы видите, насколько отличается на фотографии фасад кафе в физологии в Америке, насколько архитектура отличается. Так, красно-паричневое промышленное, от этой вот, в полной степени романской. Представьте, у него человека, работающий в институте высоких давлений. 28 минут получился приглашение прочитать там, где цвет. И вот он идет сюда. Не могло не понравиться ему идти в это светлое здание. Позадень его в парке стояла только что созданная паралаборатория. Дальше, на постоянную работу, как уже говорилось, Юлан Гарьевич пригласил самопалщик после войны. И предложил ему вот такую тему, обозначенную красным. Разрабатывать механизмы названия кузырьков индифрентного газа, азот, и, что важно, еще и гель, потому что к этому времени уже пошел в водолазную практику мировую, приподъем водолазу из воды на поверхность. Что происходит, когда организм человека погружается под воду? Растет давление воды, гидравлический столб. И для того, чтобы просто вдохнуть, нужно, чтобы газ для дыхания подавался под давлением соответствующим окружающим. Иначе силы дыхательных мышц хватит, чтобы сделать дыхание. Следовательно, мы начинаем под водой дышать. Большинство дышит воздух, наконец-то. Их делит гислородной смесью под повышенным давлением. И ткани организма, и в том числе его жидкости, насыщаются этим газом. При возвращении на поверхность можно возвращаться правильно или неправильно. Неправильно – это значит с нарушением процессов, связанных с расхищением организма. Тогда в организме начинают образовываться газовые пузырьки. Вот я нашел такую картинку. Вы видите здесь. Значит, художник изображал ткани, видно контуропилеты. И пузырьки разного калибра. Или эволлы. И вот эти пузырьки могут быть маленькими, как говорил Александр Павлович. А он говорил, что декомпрессии без пузырьков не бывает. Важно, чтобы они были не выше определенного калибра. Маленькие пузырьки называются не мыли. Они не дают физиологические последствия. Хотя, конечно, какие-то методологические последствия не дают. А большие пузырьки, я один из них, как вы видите здесь, могут либо заткнуть кровеносные сосуды, тогда после этого места кровь не чуть-чуть не строится, и возникает шумизированный очаг. Либо могут переживать нервы, либо могут иметь еще и другие последствия. Все это в совокупности называется киссонная или декомпрессионная болезнь. Это может быть опасно и может быть летально. Летально в такой степени, вот я нашел одну из свежих пациентов, что люди, если они такие вышли на поверхность, видите, два человека, не хочется сказать более жесткого слова, лежат один и другой. Третий, видимо, с ними вместе поднимался, но все-таки у него обошлось. Декомпрессионное возвращение. Он в не очень хорошем состоянии пытается оказать помощь своим товарищам, а девушка, которую вы видите, вообще уже опустила руки и всю надежду возлагает для этого человека. Я надеюсь, все-таки это не плетальный исход, но тем не менее это жестокий образованный организм, принятый в актере декомпрессии. Текст идет из воспоминаний Александра Павловича, который я публикую. В 1946-1949 году он приступил к работе по обозначенной ранней теме и встречался с Леон Агарычем нечасто, который пишет. То есть руководство было такое неплотное со стороны Леона Агарыча Арбель. Что сделали в этой ситуации? Он искал человека, который мог бы разработать режимы для компрессии на большие дубины и с использованием уже не воздуха, а не без народной смеси. Таких режимов в мире не было. По многим данным, российские специалисты первому, когда шли к использованию, не первым, не повышенным давлением, такому серьезному использованию, а не просто попытки сделать однородное подружение. И он и стал такого человека. Такого человека трудно было найти, потому что он, этот человек, должен был владеть и физиологическими знаниями, только устроенной системой циркуляции и газового транспорта в организме человека, и математическим описанием кинетики этих процессов. И он нашел такого человека на шахватной доске Академии Калипатева и инкорпорировал, взял эту фигуру и переставил на свою шахту. И соткнул ему свою дорогу. В течение 5 лет почти Александр Павлович что делал? Он познакомился с тем, что уже сделано. Много я сделал человек, фотографию я скоро покажу, английский ученый Женскок Холдена, заведующий капитрой физиологии Иженгурского университета. Он был чистый физиолог и математическим аппаратом владел в меньшей степени, возможно, пользовался консультацией. Александр Павлович в этом смысле был лучше Холдена, а Леон Афгальев, бывая в Англии, Холдена не мог не видеть. Это был очень яркий человек на то время. Ну, допустим, одна из особенностей, он был редактором «Женскому Физионовичу». Всему известному, наверное, одной из самых высокоительных. Так вот, значит, он его перевел сюда, дал ему свободу, и попросил сделать новую математическую модель высвечения организма. Затем эту модель они испытали, так же, как в 40 лет назад, в Англии, потом они испытали в парокамере и, наконец, настал момент, когда поехали они на Дальний Восток в начале лета 50-го года окончательно отрабатывать... Такова схема отработки этих депопрессионных таблиц до сих пор в практике военно-морской, да и в гражданской, отрабатывать уже на испытуемых. Вместе с Александром Павловичем поехали два молодых врача, которые потом вместе с ним вошли в состав группы на представление государственных таблиц. И вот он сделал там эту работу, и все получилось очень хорошо. И лучше, чем у Хвантемы. И в этот момент при этом происходит известное Павловское естествие. Александр Павлович ничего не знает, как, наверное, в такой коммуникации, как сейчас, возвращается в Ленинград, узнает от знакомых, что у Арбери сильно изменилась его позиция. Звоните ему, и тот, кто не берите в голову, «Давайте обсуждать то, что вы сделали». Это мало повлияет, пока я мир на вашу судьбу. Леон Горочев тщательно отредактировал на следующий год. Он участвовал в этой работе не только как постановщик задачи, но и как аналитик, как редактор. Он отредактировал отчет вот этих 150 страниц нынятых, которые потом стали основывать только с предиссидацией Александра Павловича. Затем он этот отчет переправил военно-морской плот, и там он встретил очень хорошего возраста со стороны армирала Бездульцова, который догадывал командующей Советским фронтом. И после этого работа была представлена на государственную премию. Здесь есть очень красивая история о том, что Леон Агарич в последний момент снял свою каменю запасского коллектива, сказав, что в нынешней ситуации мое имя не столько поможет успешного прохождения работы на премию, сколько помешает ее, а молодых людей оставит. И они получили купею в 52-м году. В 53-м Александр Павлович успешно защитил свою докторскую диссертацию на эту тему, через 5 лет после кандидатских, кто обратил внимание. На вот, обозначил красную тему. Вот тот самый Джон Скотт Холдена, о котором я уже говорил, Александр Павлович развил, не просто повторил, а развил его вклад. Что он сделал? Он усовершенствовывает магическое описание кинетики образования эмболок этих самых пузырьков. Он составил первые этноцентричные декомпрессионные таблицы. Дело в том, что за 40 лет после того, как Холденцевая таблица публиковал, выяснилось, что для жителей земноморья, допустим, для стандинавов или для жителей Юго-Восточной Азии таблицы должны быть разные, потому что разный образ жизни, много поколений, редко уже в этом месте, различные процессы циркуляции и газового транспорта. В деталях, но различные, но это может быть череда. И, наконец, он разработал таблицы для проведения рациональной декомпрессии с использованием гелия, что резко позволило увеличить любую подружение. Ну и, наконец, глава. В период, когда я усилил его врача в мире, в отечественную, любая ситуация с другим, только пасштабную эмфипизмную фигуру, как Александр Павлович Блесков, бесспорно обогатил, усилил и поздил его руководитель, которую не статистически возвратил. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У меня даже не вопрос, а просто два любопытных факта, которые намекали в этом произведении. То есть хотел про учителя Блескина, покупателя сказать еще. Тоже могут все это знать. Уехал в США, он занялся разработкой присадок моторным топливом, и он, по сути дела, позволил по стратегической авиации в США подняться в душу, потому что в унисов с Луфопио, у которого работали в Кремле в Минске издавлении, в сочетании с турбургандувом, это позволило стратегическим депутатчикам летать. А еще у Ипатии был пол-траж, инженер, который жил в Екатеринбурге. И вот этот дом, насколько я знаю, в Минске, это тот самый момент. И можно еще добавить, что вопросами топлива занимался Александр Павлович, и это входило в его кандидатскую диссертацию. Вообще, надо вам сказать, что это была грандиозная потеря для отечественной науки. И отец Депатия и Депатия на минуточку к тому времени был вице-президентом Академии наук. Так что это не рядовая фигура. Это был действительно очень крупный ученый. Очень крупный ученый. Спасибо. Владимир Владимирович. Да. Ну, значит, минуем... В 61-м году Александр Павлович перешел в наш институт. Перешел уже, значит, стабильно. Он уже оставил кафедру в Сангиге и уже перешел, стал, значит, заведовать лабораторией, которая еще никак не называлась. Название лаборатории химии биологически активных веществ это была идея Евгения Михайловича. К тому времени Евгений Михайлович планировал переименование института из эволюционной физиологии в институт эволюционной физиологии и биохимии. И нужно было подчеркнуть химический вклад в этот институт. Вот один из вкладов в этот институт была вот лаборатория, значит, которую возглавил Александр Павлович. И вот в институте это было уже конечное участие в жизни науки Александра Павловича Брескина. Здесь два основных направления, которым Брескин занимался. Ну, во-первых, все-таки, это была кинетика холиностеразного катализа. Все-таки Брескин был внутри кинетиком. Все-таки у него внутри была математическая, так сказать, математические основы химии. И еще, минуя почти 30 лет, которыми он занимается, то есть поражает ту широту, которую он сумел охватить. Просто поражает. Нет вопроса в этой обширной области ферментативной кинетики эстераз, который бы не касалась рука и голова Александра Павловича. Так, следующий Андрей Александрович Суворов, за ним кинетика. Тема моего доклада «Кинетика холиностеразного катализа» несколько отличается от предыдущих. Она все-таки не столько историческая, сколько призвана осветить. Чем является то направление, которому Александр Павлович мне уделял столько книгам. Ну, как вы понимаете, 30 лет работы, вложить несколько минут доплаты – это невозможно, поэтому я так повергла. На протяжении трех десятилетий Александр Павлович одним из основных направлений деятельности Александра Павловича Брескина было изучение кинетики холиностеразного катализа. Ну, холиностераза – один фермент. Казалось бы, что же у него такого особенного, что Александр Павлович уделил ему столько внимания? Ну, фермент холиностераза призван обеспечивать работоспособность одной из важнейших систем организма – это система передачи нервного импульса. Как известно, при передаче нервного импульса между клеток происходит выделение ацетилхолина. И для того, чтобы система была готова к передаче следующего сигнала, этот ацетилхолин из системы надо как можно быстрее удалить. Ну, собственно, чем и занимается ацетилхолина старая. Такой тип, такой способ передачи нервного импульса появился сотни миллионов лет назад. Я распространялся на исключительно широкий круг организмов, находящихся на разной стадии эволюционного развития. Фактически мы имеем один фермент, но представленный в колоссальном многообразии, и что делает его изучение крайне интересным. При этом важность обслуживаемой ферментом системы для функционирования организма, она делает изучение коленестеразы практически очень важным, потому что в результате мы получаем некоторые инструменты на то, чтобы влиять на передачу нервного импульса, а это и лекарства, и избирательные инсектициды, и яды их противоречия, и многое другое. Поэтому, как было сказано выше, основной функцией ацетилхолина стераза является гидролиз природного субстрата ацетилхолина. Естественно, рисунки представлены на его структуре. Обратите внимание, здесь в молекуле ацетилхолина имеется локализованный положительный заряд, триметиломонийная группировка, гидролизованный карбоксильный фрагмент, но и различные заместители позволяют обеспечить гидрофобное взаимодействие. И на порядке фермента имеются участки комплементарные всем этим структурным особенностям стераза. Значит, схемы гидролизов. Гидролиз субстратов происходит по схеме, которая здесь схематично указана. Здесь важно, что можно выделить три основные стадии процесса. Значит, на первой стадии фермент и субстрат, идет абразивная реакция, в результате которой образуется комплекс. Причем наличие положительного заряда ацетилхолина и комплементарного анионного центра на поверхности фермента дает возможность очень хорошо сориентировать субстрат на поверхности. Так что гидролизованный фрагмент оказывается вблизи стеразного центра, что обеспечивает высокую скорость дальнейшей работы каталитической машины. На второй стадии происходит расщепление субстрата с химическим присоединением его фрагмента к ферменту. И на третьей стадии фермент освобождается от фрагмента ацетилхолина и восстанавливает свою роботоспособность. Таким образом, фермент позволяет быстро обеспечить возможность гидролиза в следующий момент. Кроме ацетилхолина, с холинестеразой может взаимодействовать множество других веществ. Вещества, которые взаимодействуют с ферментом, называют эффекторы. И принято среди эффекторов две большие группы. Это субстраты холинестеразы и ингибиторы холинестеразы. Субстраты холинестеразы – это вещества, которые способны гидролизоваться, проходя в общем те же стадии, что и сам ацетилхолин, в результате чего фермент работает так же. Но скорости реакции могут отличаться от гидролиза природного субстрата на несколько порядок. Ингибиторы – это вещества, которые взаимодействуют с ферментом, но не способны к гидролизу и только место занимают, мешают ферменту работать. В зависимости от того, происходит ли в результате взаимодействия ингибиторов с ферментом дальнейшее восстановление работоспособности фермента, или же он остается неактивным на неопределённый строк, разделяют обратимые ингибиторы и не обратимые ингибиторы. Образимые ингибиторы – это вещества взаимодействия с ферментом, происходит в результате сорокции и десоркции, не образуется прочно связанного комплекса ингибиторов с ферментом, а восстановление исходного ингибитора и фермента возможно даже просто при разбавлении раствора легко диссоциировать на исходные компоненты. Необразимые ингибиторы отличаются тем, что при их взаимодействии с ферментом образуется некая прочная структура, как правило, химически связанная, из которой затруднительно получить как исходный термин, так и исходный ингибитор в неизменном виде. В частности, для наиболее изученных фосфороорганических ингибиторов они благополучно проходят две стадии взаимодействия подобного остеохранения, но в результате не происходит освобождение фермента от фрагментов ингибитора, и всё заканчивается фосфорилизмом ферментом, который не активен и уже самостоятельно не реактивируется. Как мы видим, что взаимодействие эффекторов солидостеразы – это сложный многогранный процесс, который достаточно плохо, детали которого не очевидны на основании экспериментальных данных, поскольку мы имеем возможность измерять только изменения во времени и концентрации отдельных веществ. Для того, чтобы мы имели возможность интерпретировать результаты, приходится привлекать во всём многообразии весь арсенал химической кинетики. И кинетика холинстеразного катализа – это отдельная большая область со своим очень развитым, очень сложным математическим аппаратом, в развитии которого вклад Александра Павловича Блесткина был просто неоценен. Фактически этот математический аппарат к холинстеразному каталюзу приложил и развил. Этот математический аппарат достаточно сложен, и он мог бы быть предметом для отдельного цикла лекций, поэтому вряд ли разумно подробно на нём останавливаться в рамках короткого доклада. Скажу только, что в результате его использования на основании экспериментальных данных по изменению во времени концентрации веществ мы можем получать информацию о том, куда, когда, с какой скоростью, с какой эффективностью происходит сорбция эффектора, какие концентрации являются значимыми, при каких концентрациях происходит наиболее эффективное эргипирование, и реакция идёт с наибольшей скоростью. Это всё можно получить из математической обработки, результатов измерения. После деталей я останавливаться не буду. Для исследования механизма действия холинстераз синтезируются специальные модельные соединения. Они содержат разные функциональные группы, часто представляют гомологические ряды, позволяющие, проследив влияние плавного изменения состава эффектора на процесс холинстеразного катализа. Ну и используемые вещества могут работать у всех центров сорбции, имеющихся в активном центре холинстераза. И здесь важно отметить вот что. Для исследования холинстеразы можно использовать не только вещества, которые имеют очевидное сходство с ацетиром холином, но и вещества, которые на первый взгляд вообще ничего общего с ним не имеют. Однако по своим физико-химическим параметрам они могут каким-то образом раскрыть детали процесса. При этом часто для того, чтобы уменьшить влияние конформационных эффектов, используются полициклические органические соединения, имеющие достаточно жесткую структуру, и при соединении поверхности фермента более предсказуемо. Поясню на примере. Очень интересные результаты были получены в результате исследований группы 1-фтолемида-азиминов с разными заместителями. Это электронейтральные окрасивные ингибиторы голеностеренца. Здесь имеется кулиозутистая группировка, на которой сильно поляризованная, в результате чего здесь имеется положительный заряд, имеется кулициклический заместитель, имеется разный заместитель при этом от азота. Этот ряд соединений отличается тем, что они могут сорвироваться по всем трем вышеозначенным точкам. Активному центру холеностераз, то есть они могут как по анионному центру, так и по эстеразному центру, и могут и адсорбироваться за счет гидрофильных основных действий. То есть мы можем в рамках одного ряда соединений изучать в широком аспекте ингибиторов. Не останавливаясь на деталях исследования, скажу, что если бы казалось, что в ряду талимидоаземинов мы видим не только изменения силы ингибиторов, но и происходят изменения типа ингибирования без изменения места сорбции эффектора, что вещь достаточно редкая. И в результате удалось формулировать достаточно обоснованную гипотезу о том, что на тип ингибирования в значительной мере зависит от возможности дополнительных гидрофобных взаимодействий между эффектором и ферментом. А это, в свою очередь, возможно только при совпадении определенных геометрических параметров эффектора и фермента. То есть гидрофобная группа, которая осуществляет это дополнительное взаимодействие, должна находиться на том же самом расстоянии, что и гидрофобная область в молекуле фермента, от эстеразного центра, что и в молекуле фермента. Здесь просто показана трёхметрная модель эстераза. Я хочу сказать несколько слов в целом об изучении. Во-первых, исследование фермента из разных биологических объектов, находящихся на разных эволюционных стадиях, показало, что и структура проекционного центра полинэстераза, она различна у разных видов животных. Что дало возможность дальнейшего исследования эволюционного исследования полинэстеразного катариза с точки зрения эволюции. Сравнение разнородных объектов на основе расчёта скорости реакции позволяет вывести численные характеристики и универсальные показатели реакционно-способности эффектора, независимо от его структура, а также сравнительные эволюции из различных источников по отношению к одним и тем же эффектам. Безусловно, в коротком докладе невозможно отразить всю значимость наследия Александра Павловича Брескина в области генетики полинэстеразного катариза. Его работу, можно сказать, перефрагировала Моносова. Широко распростирает генетика в группе своих делах человеческих. Спасибо за внимание. Спасибо. Наконец, Розенгард захватил это место, так сказать, надолго. Нет, не надолго. Окончательно. Окончательно захватил. Нет, можно только физическими усилиями. Я расскажу последний этап деятельности Александра Павловича в нашем институте. Фактически, Александр Павлович пришел к нам в институт специалистом в области барафизиологии. Я не очень уверен, что было очень важно для нашего института, что он был специалистом в области барафизиологии органической химии, связанной с вопросами синтеза этих самых химических соединений, страшно важных для промышленности и сельского хозяйства. Но Александр Павлович еще пришел человеком заинтересованным в ферментативном катализе. Именно заинтересованным. Не так много он успел к тому моменту сделать, но он, например, сделал совершенно великолепную работу. Он занимался фосфатазами. Фосфатазы – это ферменты, которые очень широко распространены в организме, потому что они рубят сложную связь и освобождают фосфатные группы. Это повсеместно в организме. Но он занимался не в плане сравнительном, а в плане именно механизма действия фосфатаз. Пришла замечательная идея, как их мерить. Взять флюоресы, дай Боже, какой удобный краситель, который флюоресирует, и посадить туда фосфатные группы и, отрубая их, смотреть эффекты. Когда Александр Павлович… Это он еще не у нас занимался, это он в Сангиге занимался. Вот к тому времени я уже знал, кто такой Брескин, и научился его называть Александром Павловичем, а не Иваном Павловичем, хотя я его называл первое время. И я ему сказал, я-то кончал технологику и знал там голодных химиков, которые, в общем, ну, величные химики, синтезом занимались, но некуда было их распространить. И на нашей кафедре, которую мы с Натальей Евгеньевичем качали, это был химик, профессор Динабут, совершенно потрясающая личность. У него была парализована правая рука, и он занимался синтезом, ну, не просто парализованно, но, во всяком случае, он занимался синтезом одной рукой. Это вообще фантастика. Ну вот, я, узнав сомнения Александра Павловича, что плохо, в флюорисцине две группы, два гидроксина, они одинаковые совершенно. То есть сразу сажаешь две фосфатные группы и также сразу их снимаешь. А нас-то интересует по пару очередей снимать. И я обратился к Динабуту, только он мог вообще сделать такую. Как можно посадить одну группу на совершенно одинаковые два гидроксина? И он посадил. Действительно посадил. Как бы он это сделал, осталось секретом его хищвений. И он посадил. Вот работа с Динабургом, это был скачок в области, поверьте мне просто, что я, так как давно этим занимался, скачок в области фосфатазной кинетики. Короче говоря, пришел человек, знающий, что такое ферменты, знающий, что такое вот то, что Андрей Александрович здесь все время вас пугал большими формулами. И все он это все знал. Вот. И Александр Павлович активно включился в нашу работу. А работа она уже была, шла работа. Здесь работал. Вот сейчас я расскажу, кто здесь работал. Дальше перед вами выступает председатель исторической комиссии. Так что я перехожу к истории. Вот. Значит, к тому моменту, когда развивались вот эти события, Александр Павлович начал этим заниматься. Уже прошла война. А во время войны мы тут говорили, что Леон Абгарч, ему было поручено, когда Академия наук активно включилась в, ну, как тогда говорили, помощь фронту, все силы на разгром врага, и была создана большая комиссия, которая называлась военно-санитарная комиссия при президиуме Академии наук. В ее функции входило все. Все, что угодно, то, что можно было придумать, там входили действия лекарств, и там какие-то были тематика, там что-то связанное с этими, с оживлением ран. Ну, я не врач, я живут только химией. Вот. И в то время, это был 40, ну, значит, война, значит, начало 40-х годов. В то время наша разведка, которая не дремала, она узнала, что немцы имеют в своих аналог очень сильные боевые отравляющие вещества. Причем это не хлор, а настоящие отравляющие вещества. То есть, когда я слышу, что выписывают наши англичанам, что травить людей, чтобы смазать ручку двери этим самым боевым отравляющим веществом, и было, вы меня просите, но это дикое дело, это как когда-то Фрейд предлагал капать в глаз, чтобы проверять токсичность вещества. Нет, это были фосфор органические, боевые отравляющие вещества, имеющие очень странные названия Заман, Залин, Табун. Кстати, что такое табу, я до сих пор не знаю. А что такое Залин, я знаю. Это первые буквы фамилий... Кого? Химик. Ну да, химиков синтезирующие какая-то. Но вообще всем этим занимался у немцев Шреддер. Шреддер С.Ц.Х. Ну, Ш. Вот. И поэтому большинство из них З.С. Вот. Ну, короче говоря, появились эти вещества, о которых просто не знали, как с ними бороться. И это дали Леону Гварчу в тематику этой комиссии. Леону Гварчу рассудил страшно просто, то есть для внешнего, кому доверить вещества, которые, значит, угнетают действия нервной системы. Знатоку исследования нервной системы. Им был Александр Григорьевич Геницинский. И Леону Гварч привел Геницинского к этой работе. Это все случайности, буквально случайности, потому что и Арбели никогда этим не занимался. И Геницинский этими вещами занимался. Геницинский, если это он сам рассказывал, он посмотрел картину отравления, вот как эти бедные там собачки дохли, и сказал, да это обычная картина, когда угнетается холиностераза. Вот Геницинский был первым человеком, по крайней мере, в Выборгском районе Леонграда, который произнес слово холиностераза. До этого это слово не произносилось. И вот это действительно очень важное открытие, ну, открытие действительно Геницинского именно в токсикологии. Он нашел точку приложения. А для, ну, Вы сами понимаете, что для токсиколога, для химика это очень важно. Именно найти точку приложения. Вот Геницинский на этом пострадал. Это была зима 41-го года в Казани. Условия были кошмарные. У них была маленькая лаборатория. Он собирал быстро идти домой, потому что очень холодно было. И он уронил бутылочку с этим... Да, фосм синтезировали наши химики. И, в частности, синтезировал Мартин Зарвинович Кабачий, который тоже был в той же Казани. Они все, вся собралась в Академию Дома в Казани. И он уронил это на пол. Будучи чистоплодным человеком, он поднял тряпочку и вытер это. Ничего себе вытер. Значит, он пошел домой, и он почувствовал, что он плохо видит. А они обладали совершенно... Это одно из главных миотическое действие. Вот. И он, слава Богу, временно, но наслед. Как он дошел домой, это описывает его дочь в своих воспоминаниях. Ну вот. Короче говоря, Венецинский на себе испытал и фактически показал, что действие этих веществ – это антихолиностеразное действие. Вот это слово «антихолиностеразное» – оно стало ключевым. Это моментально подхватили наши военные, ну, не военные, а военнообязанные, которые были вовлечены в эту работу. Да, я буду показывать. Можно? А нет, а до этого Венецинского показали, да? Александра Григорьевича показали. Вот. Ну вот, значит, Александр Григорьевич был... Леон Григорьевич тоже был в Казани. Вот. Они были в Казани, и это подхватили и моментально начали этим очень активно заниматься. В частности... А я пальцем буду показывать, я не умею этой самой... Ну ладно, пальцем покажу. А дальше давай мне... Это мой родственник слева, вот. Это Виктор Ильич Розенгард, по совместительству он мой папа. Вот. Он был первым человеком, но это уже после войны. Он занимался военными токсикологическими исследованиями, он биохимик, врач, биохимик, но он как-то, в отличие от Виктор, он неплохо химия знает. Вот. И он занимался первый... Он просто перешел на препараты холеностеразы из разных тканей. Вторым человеком, который этим стал заниматься, который... Да, Виктор Ильич спустя несколько десятков лет стал сотрудником нашего института. Это примечание существенное. Вторым человеком, который стал этим заниматься, был Виктор Ильич Яковлев. Он закончил Академию химзащиты, то есть он военный химик, но всегда интересовался такими медико-биологическими направлениями и стал уже довольно солидным военным. Он был подполковником, он себя называл инженер-подполковник медицинской службы. Он действительно занимался этими делами. И Виктор Андреевич Яковлев сделал очень важное открытие в этой области. Он показал, что вот эти фосфороорганические соединения ингибируют холеностеразу необратимо. Вот то, что рассказывал Андрей Александрович, поэтому это и плохо. Отмыть это нельзя. Этими же вопросами, ну уже не как биохимик, а как фармаколог. Да, Яковлев тоже со временем перешел в наш институт. Хорошая кормушка вся. Дальше Михаил Яковлевич Михельсон, который, он один из первых среди этой группы, он перешел в наш институт в 57-м году. О, тут и Валера Васильевна есть, которая свидетель этих дел. Вот, перешел, и он стал заниматься, естественно, фармакологическими делами. Так как стала развиваться холеностераза, то очень этому обрадовалась Нина Абрамовна Вербинская, которая была в нашем институте. Она давний сотрудник Леона Абгарча, и ее интересовала холенергическая система у птиц. Вот она занималась... Это вопросы, которыми раньше не уделялось внимания. Писали статью Холина Стераза. А кого она? Это, ну, вроде... Да, еще придумали истинное и ложное Холина Стераза. Такое слово. Ну, это, кстати. И вот в эту компанию Холина Стеразникова уже в 61-м году пришел Александр Павлович. И Александр Павлович тоже схода, окунувшись вот в эту компанию... Да, эта компания была оснащена кабачником. Мы были связаны с Москвой, институт элементов органических соединений. И кабачник, со свойственной ему энергией и эстроумием, назвал эту компанию колхозом. И вот этот фосфорогамический колхоз, он занимался... Кабачник обеспечивал синтез, а остальные колхозники обеспечивали проверку вот этих соединений. В результате этого... О, первые колхозники. Знаете, где это? Это вот здесь, через дорогу. Тут были не эти высокие дома, а были такие деревянные и много зелени. Здесь есть много... Ну, знакомые... Вот это кабачник, Наталья Легенова у меня показывает. Вон там слева Михельсон, вот Михельсон. Дальше идет... Вот там идет Григорьева наша, Галя, дальше. И Ирина Леонидовна Брик, и Рима Ивановна Волкова. А за ними Данилов возглавляет наш отряд. Герм. А вот это Царпалыч Брескин. Вот уже здесь Брескин был. А... Да, но это Розенгартова примкнула к ним. Вот так. Это первые колхозники. Это развивалось очень бурно. Развивались эти исследования. Причем они стали развиваться... Дали, пожалуйста. По Советскому Союзу. Широко. Ну, во-первых, в Ленинграде к ним примкнул блестящий совершенно химик из Рема Николай Васильевич Хромов Борисов. Это блистательная фигура. Действительно, он, к сожалению, так и остался член-корреспондентом Академии медицинских наук. Вот. Он всегда иронизировал над своим знанием. Но он великолепный и интересный человек, и очень хороший химик. Затем, с помощью магазальника, сюда же он подключил академика Воронкова. Академик Воронков – это крупный специалист в области клернеорганических соединений. Знаете, это уникальная личность – это человек слепой. Он, я не знаю, когда он ослеп, ну, естественно, не с детских лет, но вот он был... И он руководил огромным коллективом. И я его хорошо знал, это действительно был такой блестящий человек. Он работал в Ленинграде и работал в Сибири. В Иркутске. В Иркутске. И в Иркутске есть институт Ивинифороцкого, 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 и всё. Вот. А это уже моя заслуга Тарту. Это Пальм, академик эстонской академии и очень ставший знаменитым во времена Перестройки. Помните, когда была группа Ельцин, Пальм, Сахаров? Вот эта группа депутатов Народного Собрания, вот это был Пальм вообще очень энергичный человек. Он может чем угодно, мог чем угодно увлекаться. И его помощники Авиксар. Ай, я говорю, это фамилия. А-виксар. Вот. Ну, эстонская фамилия. И мы же потом привлекли Ташкент. Это президент Узбекской академии наук, академик Садыка. И его помощник, тоже академик, ставший Абдувахабов. Абдували Абдувахабович, Абдувахабович. Все на «А». С ними трудно было публиковаться. В алфавитном порядке они были строго на первом месте. Вот. К нам присоединился тоже блистательный химик, академик Нунянц Иван Лидович. Это специалист повторорганической химии, но у него широкие были. И он был. И, наконец, наш выкормыш, Леня Пштейн. Леня уехал, так как здесь ему не светило ничего. Уехал он в День Восток. И там он организовал лабораторию. В общем, очень активный. Вот. Ну вот. Вот так разросся этот коллектив. Это, действительно, это я рассказываю. Это все не сиюминутное дело было. Вот. В результате, ну, я без именочисть, я просто назову только по нашему институту. Наши коллективы, которые мне руководили. Бресткин, Вершпинская, Воскресенская, Данилов, Жуковский, Юра, Лукомская, Магазанник, Михельсон, Розенгард-старший и Розенгард-надо-младший, Свидерский, Хованский, Яковлев. Это только в нашем институте. Но, а уж... Я показала. А количество участников, это я попытался собрать, может быть, не всех собрал. Здесь 90 человек. Это все превратилось в действительно холиностаразный клуб. И, как мы выяснили на конференции международной в 2013 году в Казани, это действительно было центром холиностаразных исследований в мировом масштабе. Вот так случилось. Не потому, что такие, так сказать, интересные только наши генетические определенные. Вот так это случилось. Вот. В результате этих исследований самый главный фактический результат это был новый метод определения... Да, холиностараза есть всюду. Холиностараза абсолютно у всех животных. У растений даже она есть. Ну и у всех животных, когда ее много изучаешь, там выясняется, что не такая уже она одинаковая у всех животных. Фактически, получается, что она у разных животных разная. Ну вот, поэтому вот объекты наших исследований, только наших исследований. Человек, бых, лошадь, тюрень, норка, курица, рыбы всякие, вот, мухи, тлини, кальмаров только одних 10 видов. Еще этот фермент потрясающий. Он тканеспецифичен. У одних организаций эритроциты и сыворотка. Это разные холиностаразы. Мозг похож на эритроциты, но другое. Сыворотки печень, мышечная ткань. И, наконец, у кальмаров зритной гады. И еще он обладает, оказывается, видоспецифичностью. Это вообще оказалось абсолютное. Нам выловили на Дальнем Востоке беденговорский кальмар вот 8 районов. Я не буду перечислять, он все равно о чем говорит. Но эти районы, они географически различаются. То есть каждый район имеет свою долготу и широту. Но больше ничем они не различаются. И самое главное, что эти кальмары на внешний вид, они тоже ничем не различаются кальмаре. Это самое... Как он называется? Беретелтос, магистр, и все. А когда мы стали с ними заниматься, что называется, вблизи, то выяснилось, что у них не одинаковая ингибиторная специфичность. Значит, не такие уже они одинаковые. И вот эта фактически открытая ткани и видоспецифичность, это сделано у нас. Это действительно у нас. Ну и потом сделана здесь очень одна интересная работа. Да это находка была просто. Есть такой кальмар, Амастрефис в Артрами. Он так и называется кальмар в Артрами. Его находят в четырех районах Мирового океана. Значит, на Дальнем Востоке, северо-восточная часть, в районе Большого Австралийского залива, то есть через экватор, потом на севере Атлантического океана и юг Атлантического океана, зона 4. И они, я так бы название, и всю жизнь считалось, что у него, как говорят эти самые кальмарщики, разорванный ареал обитания. Это я выучил, вот, с их слов, это вот этот разорванный ареал обитания. А мы показали, мы использовали разные субстраты и разные индивидуи, что это разные холилостеразы. Значит, видимо, это разные кальмары. Значит, у них это дало возможность впервые иметь метод определения, количественный метод определения таксона. Количественный. Не по количеству этих самых долек, я не знаю, как они еще определяют, там считают какие-то. А здесь совершенно четкий, количественный метод. Это запатентованная вещь. И этот метод, фактически он, так сказать, сейчас принят и принято внимание. Лебединой песней Альцама Фалча является его книга. Он упрямый человек был. Не хотел писать. Вот он, как некоторые из здесь присутствующих, ленил. Не то, что ленился. Вот он его... Но все-таки удавалось его закрутить, и он написал эту книгу. Не до конца уже время кончилось. Мы написали... Ну, эту книгу закончили. И вот написали такие слова, что эта книга, сделанная учителем и его учениками о смысле современных позиций, его замыслов, его идей, его начинаний, всего того, что делалось под его руководством. Эта книга – венок к пьедесталу памяти нашего учителя. И вот подписание из авторов Кузнецова, Моралёв, Розенгард Тепштейн. Вот фактически конец Одиссеи Александра Павловича вот в сенах нашего института и в этой бренной жизни. Все, спасибо. Я получил... Я еще раз... Вопрос можно? Конечно. А вот фосфорганические соединения. Значит, сначала нам доложили, что у немцев они есть, а у нас они оказались. Их переоткрыли и перестащили. Перестащили, извините. Хотя они в фильме были, какие только... Их открыли, их синтезировали, не зная. Не зная. Абсолютно. Переоткрыли. Абсолютно. Просто, ну, знаешь, как бывает. Ну, да, да. Переоткрыли. А потом... И долго не знали. Их открыли в 32-м году. А фактически узнали об этом вот в начале войны. Кстати, интересно. Узнали в разных странах. Ну, представляешь, как это все было засекретно. Это навык. Мы в соседних комнатах не знали, что делать. Вот. А это было открыто почти одновременно в Англии, в Америке, в Канаде и в Германии. Ну, Германия там у них. А это и в Советском Союзе. Вот так. Так что не знали. Честное слово неизвестно. Можно сказать... Ой, я знаю. Ну, шанс. Ну, при чем разнообразие механизмов фактически разного катализа, можно ли говорить... в Америке. Да. Так. Так. Продолжение следует...